Утром деньги, вечером лифты. Недолго радовались жители домов по улице Доватора новым лифтом, установленным в рамках федеральной программы. Замена старых аварийных грузоподъемников началась в 2018 году в 64 многоквартирных домах Владикавказа. Всего предусматривался монтаж 166 лифтов, на которые были выделены федеральные средства. По письменному заявлению Министерства ЖКХ из этой программы было исключено 33 лифта, судьба которых так и осталась неизвестна. Но обо всем по порядку. Лифты, которые все же удалось заменить, сегодня не функционируют, да и все это время они катались незаконно. Согласно регламенту, эксплуатация жильцами может начаться только после акта приемки работ заказчикам, которыми выступают Фонд капремонта и Министерство ЖКХ. Поступило нам предложение о демонтаже в республике, где-то в сентябре, в октябре мы уже начали работы свои проводить. Начали мы с 31-го, с даватора 31. Завершили работы до нового года. После мы перешли уже поэтапно на дальнейший, по даватору уже пошли дальше. Почти под 50 лифтов. Демонтаж, монтаж мы сделали. И как видите, полгода я обслуживаю. Некоторые дома полгода, некоторые дома по 3-4 месяца обслуживаю. Лично я обслуживаю эти дома. Ребят всех своих рабочих, монтажников я всех распустил, все разъехались. Я здесь остался по сей день по одной единственной причине, из-за того, что здесь люди. Иду навстречу людям, хоть я и не имею права на сегодняшний день. Это, можно сказать, практически уголовная может быть ответственность. Я не вдавался в подробности, то, что лифты по факту работают без акта приемки. Абдулла Мазанов заявляет, что пустил лифты под свою ответственность. В домах на верхних этажах живут пожилые люди, а также люди с инвалидностью. Игнорировать проблемы этих жильцов он посчитал невозможным. В течение этих месяцев, что свойственно любой технике, лифты время от времени ломались. По причине отсутствия акта приема невозможно по гарантии требовать заводопроизводителя детали. Поэтому чинил их Абдулла за свой счет и уже, по его словам, потратил на это свыше 100 тысяч рублей из личных средств. Абдулла решил, что кардинальные меры в виде отключения всех лифтов в домах даст толчок, и чиновники из фонда и Министерства ЖКХ отреагируют. А еще больше он рассчитывал, что на мольбу жителей района чиновники отзовутся куда быстрее. Мои рабочие требуют с меня деньги. Я не могу получить свои деньги, тогда как уже работа давным-давно закончена, и какие-то у них то, что между собой разногласия, я не первый год работаю в летовой сфере. Я демонтировал и монтировал лифты и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Краснодарском крае, и в Ростове, в Дагестане, соответственно. Такого я никогда не видел. С тем, что я столкнулся здесь, я впервые столкнулся с такой ситуацией. С вопросом, что же стало основной причиной отказа подписания акта приема, мы обратились к руководителю фонда капремонта Алану Нагаеву. Лифты отключили, потому что они еще не приняты. Это отключили именно подрядные организации, из-за того, что замечания Ростехнадзора, которые им указали, они еще не были выполнены. Мне сказали, что все технические проверки, они уже прошли, и все в порядке, кроме верных проемов. Это процесс, в котором участвует генеральный подрядчик и Ростехнадзор. То есть это процедура, которая делается без заказчика. И Ростехнадзор – это инстанция последняя, которая дает ввод в эксплуатацию объекта. А ввод в эксплуатацию на сегодняшний день нет. Есть там замечания Ростехнадзора, которые еще не устранены. То есть там очень много, ну, есть филансов, которые должны устранить именно подрядчики. Есть замечания, которые должна устранить управляющая компания. На сегодняшний день даже мне звонили, сдавали от России, например, одна проблема. Где вот люди отказываются убирать кладовый, который находится на этаже возле выхода с лифта. Ростехнадзор этот пункт именно категорически отказывается подписывать именно вот такие вещи. Потому что по доступности для инвалидов, для мобильных групп населения, обязательно должна быть доступность. А если есть кладовое, вы именно возле входа в лифтовое. Это доступность нарушается. Ширина проема у нас четко прописана в договоре. Есть проект на эти все двери. Именно проекты сделаны. Именно из проектов четко обозначены и размеры, и проемы. Как вы представляете дальнейшее разрешение проблемы? Ну, сейчас как раз этим занимаемся. Сейчас у нас находится именно заместитель генерального директора по монтажу, генерального подрядчика москвитенлифта, Котлов Дмитрий Витальевич. Именно приехал он для разрешения этой ситуации. И мы сейчас, я думаю, прорабатываем. Надеемся на взаимопонимание. И что в течение этой недели мы надеемся, что эти проблемы будут устранены и решены. Что касается оплаты труда подрядчиков. По оплате труда, я же говорю, как только будут акты подписаны, вот эти акты, эти проблемы решатся, лифты, я имею в виду, запустят эксплуатацию. Естественно, по договору мы начинаем оплату. Без подписания документов, без подписанных форм актов и форм выполненных работ и справки стоимости работ мы же не можем оплачивать. Я думаю, что у нас с этим проблемы не будет. После подписания, естественно, мы сами заинтересованы задачей в эксплуатацию лифтов, чтобы наше население не страдало. У нас первый вопрос, самый главный вопрос, это у нас население. Жильцы этих домов, они должны платить за лифт? Пока я веду лифт, не введен в эксплуатацию, это не мой вопрос. Это контролирование, это управляющая компания, обслуживающая организация, которой лифтами занимаются. Вместе с темой подрядной организации похожий документ, подтверждающий, что по части монтажа и демонтажа никаких замечаний, претензий и качеств выполненных работ нет, и объект может быть введен в эксплуатацию. Скажу вам открыто, третий месяц после слов вашего министра, Томаева, на седьмом доме мы встречались с ним. Тогда жильцы собрались и попросили его приехать. Он приехал, лично мне он говорил, просил включить лифты. Тогда как я ему ответил, я говорю, я не имею права, это противозаконно, и нести ответственность за это я не буду. В случае чего-нибудь, не дай я лох, ЧП какое-то произойдет, что-то с кем-то произойдет, это вина на мне будет. Я попросил у него, напишите мне в письменном виде, то что вы будете нести ответственность за все. На что он мне просто с улыбкой на лице ответил. На свой страх и риск. На две недели, говорит, включи мне лифт, и я решу все эти вопросы в течение двух недель. Три месяца проходит после его слов. Нету никаких действий. Я бы не дошел бы до этого. Я клянусь, я не хочу отключать и лишать людей передвижения. Здесь все старики, я это все прекрасно понимаю. Но, и поймите, и вы меня тоже, шесть месяцев у меня свыше 30 людей работало здесь. У них есть дети, у них есть семьи. Им их надо кормить. Они требуют с меня, они уже не просят. Шесть месяцев они просили. Сегодня, когда с меня мои рабочие требуют уже, у меня просто нет выбора. Пока каждый отстаивает свою правду, жителям высоток приходится ограничивать себя в передвижении, звонить во все инстанции и администрацию города, где мне изменно советуют набраться терпения. Я и в горячую линию звонила, на горячую линию. Мне сказали, наберитесь терпения немножечко, и подключат, будут работать ваши лифты. А почему вы это включили, не сказали? Сказали, что лифт не отлажен. А терпеть сколько нужно? Не знаю. Я вот лично инвалид второй группы. У меня ампутация пальцев на ноге. Я инфаркт перенесла вот в апреле месяце. Я не могу спуститься вниз на воздух. И в администрацию звонили 25-79-69. И Алану, начальнику лифтов 53-26-03. И горячую. А Алан что сказал? Ну что, потерпите, сделаем, отладим. Вот все разговоры эти. Лифт, ремонт 53-19-19. А там что, сказали, тоже терпите? Все так говорят. В сомнении в том, что лифты когда-нибудь начнут функционировать, ни у кого нет. Но жильцов огорчает вновь открывшиеся обстоятельства. Теперь они будут платить за их обслуживание в разы больше. Размер платы за содержание и пользование лифтом стали определять, исходя из общей жилой площади, а не из количества проживающих в квартире, как это было раньше. Более того, как выяснилось, некоторые жильцы исправно платили за пользование новыми лифтами, которые несколько месяцев находились на ремонте и официально еще даже не работают. И за все месяцы я платил. Оказывается, это кому мы платили? Никому? На лифт-ремонте этот лифт не висит, потому что акта нет какого-то. Сейчас у вас лифт отключен. Вы знаете, по какой причине? Нет. Догадываюсь. Но не по нашей. Ну, понятно. Мы получились заложниками разбора капремонта и подрядчиками, которые устанавливали лифт. Вот и все. В конечном итоге из-за бюрократического конфликта страдают ни в чем не повинны люди. Фонд капремонта требует устроения всех недочетов, которые по утверждению подрядчиков не имеют к ним никакого отношения. Подрядчики же хотят законно запустить лифты в эксплуатацию и получить честно заработанные деньги. Ну, а жители многоэтажек ждут возможности беспрепятственно передвигаться.